Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире программа «Главное». Сегодня ее веду я, Нина Демогла. Сегодня у нас специальный гость, представитель партии коммунистов Олег Рейдман. Олег Моисеевич, здравствуйте. Рада вас приветствовать в нашей студии. Добрый вечер, снова рад видеть вас за местом ведущего. Спасибо большое. Последний раз в эфире ТВС-21, также в программе «Главное». Мы с вами беседовали около двух лет назад. Тогда вы у нас были в качестве депутата парламента Республики Молдовы, блестящего, грамотного экономиста. В принципе, статус очень хорошего экономиста никто не оспаривает и сейчас. Но блеск померк. Нет, не померк. Но блестящий – это перебор. Хорошо. Ну, это вы так считаете, из скромности, я думаю. Но уже впервые, кстати, за 10 лет вы присутствуете не в статусе депутата парламента. Я по долгу своей работы со многими общаюсь политиками, с теми, кто стал депутатами, с теми, у кого были амбиции и желания стать. Они проиграли выборы. Некоторые из них после оглашения результатов испытывали негодование. Для некоторых это было очевидно. Некоторые испытали там какой-то шок. Вот у вас какие эмоции вас преобладали 24 февраля, когда наверняка вы ночью уже узнали предварительные результаты выборов? Ну, я вам скажу, что наши эмоции, конечно, не были восторженными. Они были, безусловно, такими угрюмыми. Наши эмоции были. Но дело в том, что мы настаиваем на том обстоятельстве, что эти выборы были изначально сфальсифицированы не в моменты голосования, а значительно раньше, путем подминания закона под сохранение власти. Подмять закон под себя – это бумеранг, который, в конце концов, возвращается. И всякий раз подминая закон под себя для сохранения власти, удержавшие власть, вынуждены к следующему электоральному туру еще более менять законы и так далее, что ведет либо к хаосу, либо к диктатуре. – А вам лично каково, что вы были депутат с довольно-таки активной позицией всегда, что, не знаю, на какой срок, но пока что у вас впервые, опять же, повторю, за 10 лет, у вас вы не сможете высказывать свое мнение, свою позицию с парламентской трибуны? – Ну, видите ли, в чем дело. Я вам так скажу. – Вас это печалит? – Ну, в какой-то степени, конечно. В какой-то степени, конечно. Но здесь вопрос в другом. Дело в том, что даже наши высказанные с парламентской трибуны не всегда, а вернее сказать, очень часто за время этой власти, начиная с АИ-1 и так далее, были блокированы, так сказать, для эфира. Я очень хорошо помню, как из президиума парламента поступали знаки, так сказать, управляющим трансляцией. Это не надо, а это надо. Я очень хорошо помню, как мы выходили в пресс-комнату и говорили, это все снимали, даже вопросы задавали, а потом этого не было в эфире. Так что информационная блокада в отношении фракции партии коммунистов и вообще партии коммунистов, она была на протяжении всех этих лет. Всех этих лет. Надо отдать должное вашему каналу, который периодически, так сказать, нас приглашал для высказывания позиции. Потому что все остальные каналы были просто, так сказать, заблокированы для партии коммунистов. Но у нас очень много каналов, которые лоббируют интересы определенных политических сил. Именно поэтому, используя эту тезис, что каналы лоббируют какие-то политические интересы, политические силы какой-то одной, именно поэтому НИД был лишен лицензии, а всем остальным можно. – В общем, как вы оцениваете прошедшую предвыборную кампанию? Вы считаете, что все было очевидным задолго до дня выборов, и для вас не было каких-то таких удивлений ярких? – Нет, так нельзя сказать. Мы все-таки рассчитывали, в определенном смысле, рассчитывали на то, что избиратель будет более самостоятелен в принятии решений, а не будет, так сказать, ведомой телевизором, как мы говорим, ящиком, да, и разного рода популистским действиям и высказываниям. Мы рассчитывали на это. К сожалению, надо признать, что в современном мире технологий значат больше, чем идеи, для достижения электорального результата. Но из-за этого нельзя отказаться от идеи, и мы от нее никогда не откажемся. Идеи построения социального государства и так далее, и тому подобное, то, что высказано в нашей программе. Другое дело, как это использовать и какие технологические приемы найти. Вы наверняка знаете. Я, кстати, хотела бы у вас спросить. 16 марта я нашла в прессе информацию о том, что состоялся совместный пленум партийного актива районных комитетов партии коммунистов в муниципе Кишинел. В ходе него вы дали оценку своей работе в предвыборной кампании. Как вообще ваш партийный актив оценил собственную работу в предвыборной кампании по всей стране? Ну, я вам скажу, я на этом пленуме не был объединенным, несмотря на то, что я являюсь членом Баюканского райкома. Но я на нем не был, потому что как член политисполкома я в это время присутствовал на другом районном пленуме на выезде. Но сейчас идет череда этих пленумов. Мы, кстати, в субботу и воскресенье заканчиваем по всем районам это дело. И я вам скажу, что, понимаете, против ожидания, казалось бы, следовало ожидать, что вот это там ЦК, это политисполком и так далее, на подавляющем большинстве пленумов говорится о недоработках местных с избирателем на местах. Как, так сказать, не проходила информация, как ее блокировали, как не смогли преодолеть эту блокировку и так далее. Были сосредоточены на местной работе. Хотя, конечно, звучит критика и в адрес центральных органов, и особенно, что касается обеспечения избирательной кампании и так далее. Но вот вы говорите о том, что вы прекрасно понимаете, какие были минусы, в чем были загвоздки. Очень много, вот вы сейчас сказали о том, что вы признаете, что не было какого-то, может быть, технического, другого обеспечения в рамках кампании, что технологии стали сильнее, чем идеи. Нет, 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 нет. Во-первых, я ничего не признал. Это вы говорите, что я признал. Я говорю о том, что мы сейчас разбираемся с этим, выясняем мнение нашего актива, мнение относительно того, что можно изменить в подходе к избирателю и в отношениях с ним. Во-вторых, действительно следует сказать о том, что материально-техническое обеспечение избирательной кампании, оно значит немало, значит немало. И то, что мы увидели у наших оппонентов и у наших избирательных конкурентов, свидетельствует о том, что это были немеренные деньги, которые далеко не все отражены в их финансовых отчетах. Значительная часть, она, так сказать, скрыта от Центральной избирательной комиссии и прочих дел. Ну, представьте себе, вот к началу избирательная кампания, она же была всего лишь месяц, да? К началу избирательной кампании невозможно было по всей стране арендовать ни одного билборда. Они были арендованы за больше, чем за полгода до начала избирательной кампании, и на них висела избирательная информация. Ну, например, известно же, да, что соединение этого референдума с выборами, да, она послужила очень хитрому приему, который применили, например, демократы, да? Они вывесили своих кандидатов-одномандатников с этими тремя розами, которые агитировали якобы за 61 вместо 101. И знакомили с ними людей, избирателей, да. Кстати говоря, многие кандидаты до сих пор висят на билбордах, спрашиваются, они там бесплатно висят или потому что нечем заменить эту рекламу? Вопрос. А почему они до сих пор, кстати, вопрос? Ну, я думаю, что это уже люди начинают готовиться к местным выборам, хотя они еще не назначены даже. А реклама – это висит. А заключены договора на эту рекламу, так сказать, во время или до начала избирательной кампании и в избирательной отчетности не отражена. Вот этот период, например. Некоторые партии, кстати, даже использовали риторику, использовали вот некоторые идеологические моменты, которые, в принципе, все года их пропагандировала партия коммунистов. То есть, помимо билбордов, есть очень много других моментов. И тут большой вопрос, каким образом в дальнейшем партия коммунистов будет с этим бороться, даже если вы выявите... Это довольно просто, если все-таки относиться с уважением к избирателю и думать, что он, в конце концов, будет самостоятельен в принятии решений. Потому что одно дело – лозунги, которые, так сказать, подогнаны под избирательную кампанию и которые возникли в связи с интеллектуальным, будем так говорить, рейдерством, интеллектуальным воровством. И другое дело – исполнение политики в соответствии с этими лозунгами. Ну, вот лозунги какие-то высказаны, да? Посмотрим, как они будут реализованы в течение межэлекторального цикла. Вы наверняка знаете, что на собрании городского актива на Чеканах председатель ветеранской организации Компартии Анатолий Подопригора дал негативную оценку деятельности партии последних лет. Он отметил также, что по КРМ, я его цитирую, охвачено глубочайшим кризисом. Вот, кстати, я тоже его тут процитирую. Он также заявил следующее. «Наше мнение однозначно – люди не способны руководить партией в сложных современных условиях и вывести ее на новый уровень ответственности перед обществами странной». Это сильно длинная цитата, Нина, но я ее прекрасно знаю. Да, как вы на нее отреагировали? А никак. У нас есть партийные механизмы, уставные требования, в рамках которых действуют все партийные организации и все коммунисты, и любой из коммунистов имеет право высказать свое мнение, но это мнение не является, так сказать… Основополагающим? Не, не, не. Это мнение не является, будем так говорить, истиной в последней инстанции, потому что всегда в партии возможны споры и так далее, и тому подобное. Он на чеканах, на чеканском пленуме может обсуждать это дело, может в конце концов и попросить пленум обратиться в центральный комитет, на пленуме центрального комитета. Все это обсуждается. Партийные механизмы, уставные, которые зарегистрированы Минюстом, которые соответствуют закону и так далее, они говорят о том, что коллективное решение в партии основано на принципах демократического централизма. Демократического централизма. Мне было бы очень интересно анализ первичной партийной организации, которая состоит под Эпригора, в отношении его действий во время предвыборной кампании, его активности, что, как, чего, где у него получилось, где не получилось. Я не вижу здесь никакой трагедии. И никакого события, которое было бы достойно такого широкого освещения. Всегда, начиная с 2010 года, основной задачей всех политических сил, всех, без исключения политических сил, было объявление партии коммунистов, конченной, мертвой, ушедшей со сцены и так далее и тому подобное. У нас в партии коммунистов более 11 тысяч членов. После всех поражений, после всех уходов. Вот я еду в воскресенье на пленум райкома в Унген и везу три партбилета новым вступившим членам. Вот сейчас вступившим. Везу три партбилета на вручение. Так что, понимаете, 11 тысяч – это все-таки достаточно много. И люди активно работали в этой избирательной кампании. Достаточно много. Вы говорили о баннерах, которые еще висят. Как вы оцениваете текущую ситуацию? Возможно ли вообще перевыборы в нынешней ситуации? Что значит перевыборы? Нет такого понятия. Перевыборы нет. Есть понятие досрочные выборы. Есть понятие досрочные выборы. Не исключено. Не исключено. Хотя из всех тех, кто сегодня присутствует и представлен в парламенте, нет ни одной политической силы, которая реально бы этого желала. Даже те, кто платформа, блок, АКУМ, даже те, кто об этом заявляют, они не искренне в этом отношении. Более того, я вам скажу, что досрочные выборы обычно в Молдове не приносят победителям предыдущих выборов дополнительных результатов. Но возможно все. Согласно закону возможно. Насколько возможно, на ваш взгляд? Я думаю, процентов на 20. На 20. А как будут развиваться события? Ну, я не пророк в своем отечестве. Но вероятнее всего. Я не пророк в своем отечестве. Но я думаю, что, как всегда, социалисты поддерживают демократов. Все или часть, это другой вопрос. Но мне так представляется. То есть, может быть, даже такое, что не все, что определенная часть? Ну, это их вопросы. Пусть они решают. Ну, вы-то следите за политической ситуацией. Ну, я же не слежу за каждым. Там есть кому следить за каждым. Это известно. Хорошо. Вот по КРМ. Уже выработала программу действия на ближайшую перспективу? У нас есть программа партии. Она никуда не девается. Она никуда не девается. Будут изменены, конечно, методы и способы борьбы за умы людей. За то, чтобы они правильно, на наш взгляд, правильно воспринимали действия, которые власть будет предпринимать. За то, чтобы они критически и достоверно могли бы давать оценку этим действиям и их последствиям для этих же людей. Конечно, методы и средства будут, конечно, я думаю, что изменены. Ну, сейчас вот заканчивается, говорю, в воскресенье череда пленумов районных. Потом будет пленум Центрального комитета. Подведем итоги, выработаем решение. Но вот вы ездите по районам. Какие у вас вообще впечатления, ощущения? Вы знаете, против ожиданий, особенно на первые выезды, когда были, думали, ну, сейчас поедем, там такое пессимизм и такое упадничество. Против ожиданий этого не отмечается. Не отмечается. Наоборот, люди активные, они думают о том, как будет завтра. То есть, они мобилизуются, они готовы принимать участие в... Во всех политических мероприятиях партийных, да? В процессах, во всех которых. Готовы. Ну, вы вот сейчас, Олег Моисеевич, когда я с вами говорила по поводу прогнозов, по поводу ожидаемых коалиций, вы создаете такое впечатление, что вот вовсю игнорируете эти разговоры. Почему? Вы абстрагируетесь от них. Я здесь у вас или вообще в партии коммунистов? Общаясь со мной. Ага. Ну, я считаю, что это неблагодарное дело. Ведь мы не участники этих переговоров о коалициях. Да, мы отмечаем определенные интересы тех или иных политических сил. Думаем, как эти интересы могут они между собой согласовать. На какой основе и так далее и тому подобное. И что из этого наиболее вероятно. Что бы из этого не произошло, мы будем бороться против этой власти. Ну, а вот как вы объясняете это своему избирателю? Все равно у вас есть достаточное количество избирателей, которые поддержало партию. Достаточно для чего? Ну, много есть. Есть избиратели, которые даже какой бы ни был процент, все равно это очень важно. Любой избиратель очень важен. Вот что вы им объясняете в районах, что на сегодняшний день партия коммунистов заняла выжидательную позицию? Что значит выжидательную позицию? На какой сегодняшний день выжидательная позиция? Вы, пожалуйста, мне это не клеймите. Но каким образом? Тут абсолютно нет никакого подвоха. Мне очень интересно, какую позицию сейчас занимает ПКРМ? Каким образом вы сейчас общаетесь? ПКРМ занимает позицию сегодня анализа состояния избирательного поля. Что на него больше повлияло? Что этому избирательному полю грозит в будущем? В результате такого его выбора. И об этом мы говорим с избирателем. И то, что ему грозит, появляется еще до того, как сформированы органы власти. Уже появляется. Уже появляется. Мы до сих пор говорили нашему избирателю. Скажите, пожалуйста, в 2001-2008 году, как вы готовились к зиме? Вы покупали уголь? Да, покупали. Сколько? Тона, полторы. Если есть дети, которые могут помочь, две тонны угля могли купить на зиму и жить себе спокойно, топить себе без Касамари, как по традиции, да, топить себе дом. А сейчас? А сейчас мы покупаем раз в неделю мешок. Я говорю, есть разница в жизни вашей? Да, конечно, есть. Они это подтверждают. Есть. Мы говорим, смотрите, ребята. Молочные продукты подорожали в магазинах на 30%. Скажите, пожалуйста, у вас есть пункт приема молока в селе? Да, есть. Вам повысили закупочную цену на молоко хоть на один бонус? Нет, не повысили. Вот видите, что и как думает правительство. То же самое с мясом, то же самое с фруктами и так далее и тому подобное. Вот что мы говорим. Разве это не жизнь? Это жизнь этих людей. Это жизнь этих людей. Этих людей, которых довели до, в общем-то, нищеты, потом пришли, дали им 600 лей пенсионерам. 600 лей к Рождеству. И еще и посчитали эти 600 лей в повышение пенсии. Хотя это разовая акция. И пообещали 600 лей к Пасхе. И вполне возможно, что выдадут. Честно это по отношению к этим людям. Но эти люди, которые сегодня не имеют на что купить мешок угля, эти 600 лей, а молдавский народ вообще, он такой достаточно патриархальный. Ну, я взял, я должен и так далее. Вот. То есть, покупка избирателя считал себя обязанным власти за то, что... Не так. Не так. Избиратель считал себя должным за то, что он взял 600 лей. Или 200 лей у избирательного участка. А там конкурс был. Стоит представитель социалистической партии и демократической партии. Днейшины же нету. Один предлагает 300 лей за голос, а другой 400. Ну, вот и все. Но это в последний день. А вообще, покупка избирателя происходила всю избирательную кампанию и до нее тоже. Но эти случаи были вами зафиксированы как-то? Направлены заявления в Центральную избирательную комиссию? Эти случаи в избирательную комиссию направлены были не только нами. И что? Известные отговорки любой избирательной комиссии по этому поводу. Это не повлияло существенно на результаты. Потому что это было на этом избирательном участке. А это было повсеместно. А куда девались бюллетени? Как? А почему в этом самом листе в этом списке избирателей человек расписывался один раз за два бюллетеня и один раз за два бюллетеня на референдум? Почему один раз, когда он получал два бюллетеня? И известный случай, что приднестровцы, приезжавшие массово на автобусах, расписывались и получали один бюллетень по партийным спискам. Но Приднестровье это вообще отдельный разговор. Особенно в категории прошедших выборов. Я говорю о способах. И получали один бюллетень. А второй бюллетень где? Где-то был уже заготовленный. Ну, доблестные наблюдатели, со всех сторон, кстати, приехали, их повели на два-три избирательных участка, которые были им предназначены. И уехали, заявив о том, что все в порядке. Несмотря на то, что нарушение рекомендации Венецианской комиссии, несмотря на то, что изменялось избирательное законодательство совершенно произвольно и видно было для чего. Несмотря на все вот эти факты, в день выборов, вот мы были на избирательном участке, потом пошли там пообедали, вина выпили, все нормально. Но вы знаете, что когда партия коммунистов стала заявлять после выборов о том, что выборы, мягко говоря, были не совсем честными, то представители партии социалистов тут же стали резко отвечать в адрес партии коммунистов о том, что глава Центральной избирательной комиссии в какой-то момент была чуть ли не воспитанницей ЦК. И в принципе... Социалисты вообще могут немножко помолчать, потому что если посмотреть на их фракцию, то там все воспитанники нашей ЦК. Все, все, до одного. И что им теперь это помешало давать клятву о том, что они никогда не выйдут из фракции социалистов, которые они такую же точно подписывали, только не публично, на выборах 2009 года. Так что уж кому-кому, но социалистам следует бы помолчать. Это первое. Второе. Глава Центральной избирательной комиссии это всего лишь глава коллегиального органа, который озвучивает решение коллегиального органа. А там что внутри? Социалистам подсказать, что там внутри? Я не стану с ними дискутировать на эту тему. Во-первых, это, будем так говорить, безосновательно, во-вторых, это мелочно. Пусть лучше скажут, где они взяли те последние лозунги, которые озвучивал их лидер и вся их фракция. Если мы вспомним выборную кампанию президентскую, где на всех билбордах висело, что я отменю соглашение об ассоциации, я распущу парламент, я то, я сё, я знаю, как это сделать. То вся эта риторика изменилась по мере приближения к выборам парламентским. Мы не должны, мы должны и там, и там. То есть это тот тезис интеграционной открытости, который партия коммунистов в своей программе имеет с 2005 года. Где распущенный парламент? Сколько раз можно устранить президента от власти и почему не возмущаются этим социалисты? Ну, это все детские игры. И там пацаны. За исключением Смирнова, который открывал сессию. Я вас поняла. Спасибо огромное. Мы продолжим нашу беседу после очень короткой рекламной паузы. Не переключайтесь. Итак, мы вернули студию. Напомню, что в эфире программа «Главная». Сегодня у нас специальный гость, представитель партии коммунистов Олег Рейдман. Олег Моисеевич, в продолжении нашей беседы. Вы в начале программы также отметили, что уже некоторые партии готовятся к предстоящим местным выборам. Кстати, скоро выборы Башкана в Гагаузии. И предварительно дату еще не утвердили. Но в начале лета также Молдову ожидают местные выборы. Партия коммунистов будет принимать активное участие в этих выборах? Ну, что значит активное или неактивное? Если участвовать, то участвовать. Во всех регионах? Да, насколько позволяет нашей возможности быть активными. Да, будем участвовать везде. Я вообще вам скажу честно. Я не очень разделяю разного рода местные выборы. Чем отличаются местные выборы Кишиневские от местных выборов Гладянских или Рыжканских? Или даже Гагаузских? Это согласно уложению Гагаузии избирают Башкана всенародно. А в других местах председатели районов избирают советы. Избирают советы. А мэров, примаров, избирают напрямую. Поэтому какая тут разница, в чем она состоит? И там, и там избиратель гражданин Республики Молдова. То есть партия коммунистов будет принимать участие. С кандидатами у вас, вы пока не огласите список даже предварительно кандидатов. Что значит предварительно? Что мы можем назвать? Вот это наш предварительный кандидат. А это окончательный кандидат. Ну, так не бывает. Ну, например, было бы очень интересно, кто у вас пользуется наибольшим доверием. Например, из Гагаузии или из Кишинева. Кто может быть? Интересно. Дождитесь соответствующих сроков, когда будет положено. Партия коммунистов вообще сторонница исключительно закона. Мы, я вам скажу, даже в этих парламентских выборах, да, мы ни одного действия не предприняли раньше, ни на один день, раньше, чем началась избирательная кампания за месяц. 27-го там она началась. Вот 27-го вышли первые материалы. Вышли первые материалы. В то время как партия социалистов, любимая или цитируемая вами, да, она ездила и... Цитируемая. Да, цитируемая. Она ездила и представляла своих кандидатов раньше времени. И доблестный наш ЦИК считал это возможным, что это политическое мероприятие, а не... Что значит политическое мероприятие? Кандидат он или кандидат, который собрал подписи, да? Или он не кандидат, а просто вот авторитетный человек. Ну так работайте в тихую, а не на митингах. Вот. Хорошо, Олег Моисеевич, в продолжении нашей беседы я в начале программы отметила, что вы на самом деле очень авторитетный экономист, которых практически нет в нашей стране. Поэтому для нас большая удача, что вы сегодня можете поддержать мою беседу. В последние годы вы очень резко высказывались в адрес властей по поводу той экономической политики, которая проводилась последние несколько лет. Как вы оцениваете нынешнюю экономическую ситуацию в нашей стране? Ну, прежде всего, значит, я все-таки хотел бы вас поправить. Есть у нас в стране хорошие экономисты. Может быть, даже превосходящие мои возможности. Ну, может, они не публичные люди. Очень даже публичные люди. У нас могут быть разные мнения. Потому что экономические школы, а политика есть, продолжение экономик, известно, да? Да, точно так же, как и война есть, продолжение политики другими средствами. И есть авторитетные люди, с которыми очень интересно дискутировать. И с которыми можно спокойно и профессионально разговаривать. Поэтому не следует, а то они перестанут со мной разговаривать. Ну, ты лучше, что с тобой разговаривать? Не надо так. Так на самом деле не так. Я озвучила мнение нашего телезрителя. Это не так. Значит, в чем состоит основная критика действий правительства в предыдущий период? И что мы наблюдаем сегодня? Ну, первое. И это происходит из внутреннего содержания тех людей и их приверженности определенным школам, которые эту политику реализуют или проводят, формируют. Они либералы. Прошу не путать с партией ГИМПУ. Они либералы. Мы же в своей политике, мы, так сказать, социалисты, будем так говорить. С точки зрения социализма, с точки зрения социального равенства и социального государства. В чем разница? Либералы думают о том, что каждый сам по себе. Мы же думаем о том, что государство обязано своим гражданам. И когда мы видим бюджеты из года в год, которые либо принимаются с большим опозданием, либо принимаются наспех, либо под ответственность правительства, без должного обсуждения и так далее. И видим цели этих бюджетов, несмотря на их рост количественный, объемный. То мы, естественно, критикуем их. Потому что это не бюджеты развития. Это бюджеты проедания. Это бюджеты не сконцентрированные и не сформированные ни на чем. Вы же знаете, что основой всей экономики, основой всех экономических рычагов правительства является национальный бюджет. Национальный публичный бюджет, так называемый. Он состоит из государственного бюджета, бюджета социального страхования, бюджета медицинского страхования и местных бюджетов. Значит, мы видим и мы знаем, что бюджеты определенным образом растут. Это связано и с инфляцией, и с налоговыми всякими инструментами и так далее. Бюджеты как-то растут. Но когда мы говорим о том, что социальный бюджет или бюджет медицинского страхования не растет так же быстро, как остальные бюджеты, а они в значительной степени зависят от трансфертов из госбюджета, это означает, что приоритеты социального развития забыты этой властью. Или же накапливаются определенные бюджетные излишки. Вообще бюджет государственный, он должен 31 декабря быть обнулен, как говорится, использован полностью. У нас же так, рост бюджета, предположим, 15% доходов, а расходов рост 7%. Куда девайте, чего, куда вы их? Я вам скажу, куда. Значит, в значительной степени это обусловлено тем, что мы сегодня отдаем за долги то, что мы с вами заработали. То, что мы с вами заработали и отдали государству в руки для того, чтобы оно перераспределило это среди людей. На цели их здоровья, образования, демографии и так далее, и тому подобное. Правильно? А мы на самом деле отдаем. А занимаем мы все больше и больше. А почему мы занимаемся все больше и больше? Потому что мы замахиваемся на неэффективные расходы. На неэффективные расходы. А что вы имеете в виду, говоря о неэффективных расходах? Ну, я вот вам, например, скажу. Зачем мы сегодня строим газопровод Ясу-Унген? Вернее, Ясу-Унген уже построен. Сейчас будем строить Унген и Кишинев. Зачем? Известно. Во-первых, денег на него нет еще. Известно, что Ясу-Унген стоит пустой. Мы в свое время при коммунистическом правлении протянули туда газопровод страшный. Колораж страшный Унген. Вернее, страшный колораж Унген. Протянули газопровод небольшого, среднего давления и так далее. Дали газ в один микрорайон Унген. Больше мощности не было. Но сегодня оттуда газ не может поступать. Физически не может. Потому что давление там в системе меньше, чем здесь. Он не потечет сюда. Надо строить компрессор. Компрессор дороже, чем весь этот газопровод. Ну и так далее. Там много технических уроков. Плюс дефицит в том регионе Румынии газа составляет от 15 до 25%. Дефицит. Он может быть закрыт и будет закрыт через 10-15 лет, когда румыны освоят месторождение на острове Змеиным. И дальше открытое имя месторождения, которое еще не освоено далеко. Короче, пусто. Это все сегодня политический проект. Это то, что говорит господин Павел Филипп. Не надо кричать об унире. Надо действовать. И вот он едет со своим правительством три раза на совместное заседание правительства в Румынию. И ни разу те не приезжают сюда. Это как? Это что за отношения? Понимаете? Вот он заключается, они соглашения там всякого рода с военными, с жандармами, с теми, с теми. Посмотрите на наших полицейских. В какой форме они ходят? В Румынской только шеврон, пока другой. Ну вот. То есть, это чисто политический проект. Чисто политический проект. И плюс еще и антигазпромовский проект. Конечно. Хотя, я думаю, что газ будет, как сейчас в Украину, поступать российский, только дороже. А о ценных на газ мы взяли в Славе еще поговорим. Есть еще много неэффективных расходов. Кстати говоря, вот. Друмурлибуния Пентрумолдова. Если сложить все эти километры и посмотреть на состояние их, особенно сейчас, весной, после зимы, то мы увидим неэффективное использование денег. Зато в тот момент, когда там асфальт еще парил, так сказать, уже пацаны на велосипедах ездили. А сегодня посмотрим. Кстати, господин Рейдман, вы, когда были у нас в программах, очень всегда впечатляли меня своими выводами, своим мнением. Как-то вы рассказали, я не помню, в эфире нашей программы или какого-то интервью, которое я прочитала, вы говорили о том, насколько вообще являются тупиковыми наши взаимоотношения с Международным валютным фондом. Вы рассказывали, вы знаете очень глубоко, что это за структура. Но в эфире какого-то из интервью мне представители власти сообщили, что в принципе какие-то договоренности и какие-то вообще связи и коммуникации с МВФ начали развивать именно коммунисты. Затем в эфире одной из программ я у Владимира Николаевича Воронина спросила, он не подтвердил эту информацию. Кто с МВФ начал вообще достигать каких-либо договоренностей? Владимир Николаевич Воронин не подтвердил правильно. Все зависит от того, как стоит вопрос. Валютный фонд уехал из Молдовы, когда коммунисты стали во власти, потому что с теми рекомендациями, с которыми они ходили к той прежней власти, мы категорически были не согласны. Включая административные реформы и прочее. И уехали. И очень хорошо. Мы должны были опираться на собственные силы, и что мы с успехом и делали. И когда они увидели, что у нас есть успехи и достижения, они приехали. Не мы их звали. Они приехали, потому что им нужны были взаимоотношения со страной, где есть успех и есть развитие. Они приехали. Но мы уже тогда их приняли на других условиях. Вы что думаете, что ко мне, как к экономическому советнику, или вообще в аппарат президента, не приходили эти МВФники и не говорили, что нужно оптимизировать школы. Они приходили. Более того, как только эта власть, АИИ-1, пришла, она опубликовала мою служебную записку президенту, где я говорил, что вот это, то, что они требуют, влечет за собой 5000 учителей сокращения и так далее. Они это восприняли, как мое подтверждение этому. А я просто говорил о последствиях. И мы с этим категорически не согласились. А сегодня с ними согласились. И 8500 учителей на улице. А пацаны, где есть автобусы, а где нет. Вот закрыта школа в Новоаненском районе. И пацаны ездят на маршрутках в две разные школы. И каждому родителю, если у него двое детей, эта маршрутка в месяц стоит как-нибудь больше 200-300 лей. Вот о чем речь идет. Но вы говорите, потом они вернулись. Они вернулись, да. Они вернулись и предложили. Сказали, вот вам наша программа. Мы сказали, нет, нам такая программа не нужна. А, и вы не приняли их условия? Нет, нам такая программа не нужна. Скорректировали. Есть один момент. Очень серьезный момент. Международная экономическая, международная система так построена, кстати говоря, это было не при нас, было это у нас. Так построена, что ни один стратегический инвестор не смотрит в сторону страны, у которой нет программы с валютным фондом. Потому что относительно реформ и прочее, валютный фонд делает экспертное заключение. Поэтому, если мы хотели заполучить инвесторов иностранных, инвесторов стратегического характера, мы должны были соблюдать те условия, которые существуют в мире. Хотя они неправильные, но они такие. Поэтому мы сказали, мы вашу программу, ни за какие ваши деньги не берем. Хотите, давайте какую-то программу без денег, у нас денег своих есть. Они сказали, у них так не бывает. Это понятно. Потому что валютный фонд, как инструмент, в котором держат эти ножницы, держат Соединенные Штаты, ему необходимо грузить с зависимостью. Они говорят, хоть что-то, но вы должны взять. Хоть что-то, но вы должны взять. Но если мы хоть что-то должны взять, давайте мы хоть что-то возьмем, а вы переделаете эту программу. Вернее, так как мы с вами договоримся. Вот о чем была речь. Вопрос переговоров с международными финансовыми организациями, это вопрос патриотичности и прагматичности правительства и власти. То, что эти власти сегодня говорят, есть на любое высказывание валютного фонда, лишь бы те дали, это предательство. На самом деле. То есть, они это делают умышленно, простите, они это делают умышленно, может быть, у них представители власти. Может быть, они не пытаются прагматизма и знаний для того, чтобы вести на... Нет, 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 нет. Значит, до 2008 года валютный фонд вообще не давал денег никому и никогда на поддержку бюджета. Никому и никогда. Все его деньги в качестве наших долгов вложились в национальные банки, были неприкосновенны, как бы обеспечивая валюту. Хотя у нас были вот так резервов, которые обеспечивали стабильность валюты. А сегодня, после 2008 года, начиная с 2009, они, зная, что мировой финансовый кризис есть следствие американских шуток с деньгами и с финансовыми инструментами, они все-таки начинают потихонечку давать деньги на бюджетную поддержку. Этим-то и пользуются сегодняшние правительства. Они не могут, они не в состоянии, так сказать, обеспечить бюджетные расходы бюджетными доходами нормально, да? И вынуждены брать. И им дают, а за это они говорят есть. Вот о чем речь. Отсутствует понимание того, что берешь чужие и на время, отдаешь свои и навсегда. – Дефицит бюджета. На сегодняшний день в СМИ одна информация, но представители общественных организаций некоторых заявляют о том, что у нас просто катастрофа, о которой власти также умышленно умалчивают. Это так или нет? – Ну, насчет катастрофы, это я, как говорится, не знаю, да, насчет катастрофы. Но то, что положение очень серьезное с дефицитом бюджета, это безусловно так. Безусловно так. И никакие дополнительные поступления в этот бюджет эту проблему не решат. Здесь есть самый главный вопрос. Дефицит бюджета на что? Одно дело, если не хватает денег на какие-то мероприятия развития, и другое дело, если не хватает, то есть на государственные капитальные вложения, а другое дело, если не хватает денег на текущие расходы, зарплаты бюджетников, на фундаментальные, я имею в виду зарплаты бюджетников. – Так вот, сегодня дефицит бюджета уже в этой стране, где не хватает на это. Я вам больше скажу, поступают сигналы из районов, что проходит ряд районных совещаний в государственной налоговой инспекции, где зовут, так сказать, экономических агентов, хоть их за пределами Кишино и Беллс очень мало, но тем не менее, зовут и говорят любыми, и теперь послушайте, любыми законными и незаконными способами пополнить бюджет. Пополнить бюджет, законными и незаконными. При коммунистах, особенно в 2008 году, мы использовали такую практику, она и законом предусмотрена, когда мы обращались к экономическим агентам, основным, так сказать, пополнителям бюджета с тем, чтобы они заплатили авансом вперед. Но это, во-первых, было на добровольной основе, во-вторых, никогда не звучало такого, незаконным способом пополнить бюджет. И сегодня эта проблема, и эта проблема аукнется, я думаю, где-то к концу весны. То есть она уже будет явно? Да, она будет явно. Ну, уже сегодня есть задержки зарплаты в определенных местах, да, но не в этом дело. Она аукнется очень сильно. Либо большим ростом цен, либо, что более вероятно, большим ростом тарифов, потому что это в руках государства относительно, да, и большой рост тарифов вынуждает людей, которые не имеют альтернативы, да, пользоваться этими услугами, а тот, кто их предоставляет, будет платить больше налогов, да. При коммунистах, например, на импорт газа, НДС был 5% всего. А сегодня 20%. Почему? А кто платит эти 20%? Мы с вами, когда топим или когда готовим еду? Хорошо, цены на газ. Очень важный и волнующий вопрос. Президент страны заявил о том, что цены на газ, по крайней мере, как минимум, будут стабильны буквально две недели назад до того, как уже говорилось о том, что цены на газ будут значительно повышены. Что на самом деле происходит? С кем? С президентом или с газом? С ценами на газ. И что будет происходить? Потому что, если вы заметили, где-то две недели назад было очень много новостей о том, что цены на газ будут повышены. Очень многие критиковали президента за это в том числе. Но также прошла почти незаметная новость о том, что уже в конце 2019 года будет закрыт поток через Украину. И, в принципе, мне кажется, эта новость... Окей, все понятно. Значит, закрыт поток через Украину. Это может случиться. Такое может случиться. Что тогда будет делать? Минуточку. Это может случиться. Вопрос, из-за кого? Из-за кого это будет происходить? В 2007 году был закрыт поток через Украину по решению «Газпрома». Мы тогда ездили каждый квартал туда, договаривались с ними и так далее, потихоньку поднимая цену. Сейчас это «Газпром» и российское руководство заявило о том, что оно не собирается прекращать транзит через Украину для того, чтобы он поступал в Европу. Ну и, соответственно, к нам. Мы не готовы к закрытию этого транзита украинского. Мы не готовы. Молдова не готова к этому. Значит, будет ли это или это игры предвыборные, так сказать, перед выборами на Украине и после выборов у нас по результатам, это пусть они потом разберутся, это будет видно. То, что цены поднялись закупочные сегодня, ну, они, понимаете, они поднимаются по определенной формуле, потому что подрастает цена на нефть. И там нефтяная корзина, мазут, печное топливо и прочее растет, и растут, соответственно, цены на газ. В этом, как говорится, не было бы ничего необычного. Ничего странного и необычного. Если бы Молдова газ управлялась нормально и не использовала бы очень большие наценки, ведь дистрибуция по Молдове, то, что делает Молдова газ, она практически равна стоимости самого газа. Это нехорошо. Здесь надо искать... Корень проблемы в Молдове? Нет, конечно. Но я еще раз говорю, дистрибуция, то есть вот распределение сети, вот это вот все, да, хотя с сетями практически ничего не делается, это все стоит столько же, сколько стоит газ. И здесь вот такое поле деятельности для АнРЭ. Ну, у нас там сейчас большие специалисты засели, и они уже решили все вопросы. С горючим они решили уже, не надо плацать. Решили в кавычках, вы имеете в виду? Ну, конечно, да. Хорошо, а что будет дальше? Посмотрим. Я еще раз говорю, я не пророк. Вчера господин Дадон в эфире одной из ток-шоу заявил о том, что очень много зависит, что будет дальше, в том числе, учитывая цены на газ, от политической ситуации. Каким образом она сложится? Значит так, господин Дадон, используя известную поддержку, да, поперек этой поддержки разрушает тезис и российского руководства, и российского Газпрома, что поставки газа есть инструмент чисто коммерческий, это чистая торговля, которая выгодна и России, и покупателям, и не является инструментом политическим. И тут выходит господин Дадон и начинает шантажировать участников нового парламента, что если они там не решат как-то так, как он думает, что понравится Российской Федерации, то она будет использовать эту цену как политический инструмент. Вот это, пожалуйста, пусть он поедет и расскажет к спину Путину, который сейчас бьется за северный поток, как чисто коммерческий проект. Это надо сообразить такое, донести до избирателей. То есть вы считаете, что просто, если цены на газ поднимутся, это будет просто по формуле положенная переиндексация, то есть это согласно определенным процессам, которые происходят, которые были уже прогнозируемыми и должны быть... В принципе, да. Бывает, конечно. Бывает, конечно. Можно поехать в Москву, можно сослаться на какие-то превходящие обстоятельства, и получить что? Скидку. Скидку, которая будет действовать на период действия этих обстоятельств. Но для этого нужно иметь нормальные отношения с поставщиком и потребителем. Между поставщиком и потребителем. Но опять же, тоже политический момент. Минуточку, но это скидка, это не цена. Это не цена. Вы идете в магазин, и там новая коллекция, там нет никаких скидок, да? Вы ждете год, ходите в коллекции, которая прошлогодняя, но со скидками, да? Ну, можно дождаться скидки. А можно, у кого есть деньги, тот идет покупать новую коллекцию и форсит. Показывает всем, что у него... Вы, Олег Моисеевич, вот такую печальную ситуацию нам обрисовали с МВФ. Мы говорим далеко, далеко не на равных. Дефицит бюджета у нас уже зашкаливает в элементарных моментах. Что с ценами на газ будет? Опять же, все под большим вопросом. Вот есть ли свет вообще в конце туннеля? Или оставшиеся люди должны мигрировать? Ну, почему? Ни в коем случае. Нужно думать об этих людях, об оставшихся. И предпринимать усилия, в том числе и экономического характера, которые обеспечат здесь им возможность работать и зарабатывать. На самом деле, Нина, не важно, какая цена. Важно, сколько я заработал, и могу ли я этой цене ответить. Это важно. Это важно. Для того, чтобы я мог здесь заработать, мне должно быть предоставлено рабочее место. Рабочее место сегодня, нормальное рабочее место, современное относительно, да, и так далее, оно стоит порядка 50 тысяч долларов, чтобы сделать одно рабочее место. Это статистика такая. В наших условиях, может быть, дешевле это будет. Но все равно. Это дорого. Но это надо делать. И это надо делать за счет создания условий для инвесторов. В 2007 год условия инвесторов 800 миллионов долларов. А сейчас мы не дотягиваем даже до состояния 2006 года по инвестициям. Мы со всеми дружим. Мы всех любим. Мы увеличиваем экспорт на Запад. И гордимся этим. Может быть, не безосновательно, что есть уже, наконец-то, какие-то позиции, по которым западные рынки нас воспринимают. Очень хорошо. Но при этом мы потеряли Восток. И общий экспорт наш испытывает затруднения. Вот все. Скажите, вы также сказали о том, что максимум из 100%, 20%, что будут досрочные выборы. Вот те депутаты... Это так я считаю. Те депутаты... Ну, это ваши прогнозы. Это не прогнозы. Это я так себе определил. Те депутаты, которые сейчас входят в состав парламента, они вообще способны... Также вы можете дать прогноз. Они способны как-то изменить сложившуюся ситуацию? Экономическую. Ну, вы понимаете, нехорошо выступать ментором. Это власть, которая избрана нашим уважаемым избирателям. Пусть они ее оценят. То есть... Я могу, как вот сейчас в беседе с вами, высказать какие-то экспертные мнения свои по тому или иному вопросу, да? Но сказать, что кто-то там не учили, кто-то не владеет арифметикой, а кто-то вообще двум с иними жрать не разделит, извините за выражение. Я такого не могу сказать. Это все-таки люди облегченные. Властью, если не народа, то их лидеров. Я вас поняла, Олег Моисеевич. Наша программа, в принципе, подошла к концу. Если вы хотели бы обратиться к нашим телезрителям, я вам с радостью предоставляю такую возможность. Ну, я бы с удовольствием обратился бы к нашим телезрителям. Или подытожить. Да, и сказал бы так, что, уважаемые товарищи телезрители, друзья, граждане Республики Молдова, имейте в виду, что до настоящего момента единственной политической силой, которая практически действовала и результативно доказала, что может действовать в интересах граждан, является партия коммунистов. Она такой же и останется, и ее возможности вами, так сказать, ограничены в том смысле, что мы не можем принимать властных решений. Но придет время, и вы убедитесь в том, что вручение властных полномочий партии коммунистов это перспектива для лучшей жизни каждого из вас. Спасибо огромное, дорогие телезрители. Время нашего эфира подошло к концу. Я напомню, что сегодня специальным гостем программы «Главное» был Олег Моисеевич Рейдман. Я вам желаю хорошего вечера. Мы с вами встретимся ровно через неделю. Впереди вас ждет много интересного, о чем вам расскажут мои коллеги. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова